Существуем уже с 1998 года. Рост у нас был до 2010-2009 года, а с этого момента как-то приостановилось. К сожалению, слышали о том, что грядут повышения налогов. Это, конечно, для нас очень злободневный на данный момент вопрос, так как затратная часть на налоги слишком высока для нашей компании. Если они будут расти, то чем это чревато для нашего предприятия, как я вижу? Первое – это, к сожалению, рост цен, так как нам нужно будет каким-то образом покрывать наши затраты. К сожалению, возможно, какая-то оптимизация по заработной плате, то есть где-то, может быть, произойдет сокращение каких-то сотрудников, будем искать выход. Ну и, соответственно, где-то, может быть, заработная плата может у кого-то и сократиться. Если, допустим, все-таки случится то, что предвидится, то есть это произойдет повышение налогов, здесь могут быть различные варианты сценария. Это первое – это закрытие, к сожалению, бизнеса. Плохой сценарий – это, конечно же, уход, возможно, каких-то частей затрат у нас, естественно, пойдет в тень дохода, точнее говоря. Это, к сожалению, да. То есть должны быть оптимальные налоги и жесткие наказания, если принят соблюдение. Но налоги должны быть доступны, они не должны быть высокие. Нужно сделать так, чтобы все платили налоги, не пытаясь скрываться, чтобы они не были грабительскими налогами. Тем самым и работники, они тоже, когда, допустим, им сообщишь о том, что, извините, но у вас НДФЛ вырастет, то есть у вас будут больше отчисления от вашей заработной платы, вы согласны? То есть вы будете получать меньше? Они скажут – нет, давайте-ка что-нибудь придумывать. Добрый день, меня зовут Ботвин Антон, я молодой предприниматель. И на поставленный вопрос я имею несколько иной точку зрения. Как поступать к бизнесу в подобных ситуациях? Ну, есть несколько разных мнений. Это одно – уходить в тень, другое – увеличить собственные обороты, и третье – оптимизировать свое производство, свой бизнес, неважно что. Я все-таки отношусь к данному вопросу, как если что-то нельзя изменить, нужно подстраиваться под это. И одна из первых идей, которая в голову возникает – это все же модернизировать свое производство так, чтобы как можно больше с него пытаться выжить. Этот процесс происходит и так непрерывно, независимо от тех факторов, которые происходят там внутри налоговой политики, там внешнеэкономических каких-то показателей. Тут я больше ориентируюсь на другую проблему. Все-таки у бизнеса нет доступа к деньгам. То есть получить сейчас какие-то заемные средства практически для молодого бизнеса нет никаких вариантов. И вот это, главное, больше проблема. То есть любое развитие – это деньги. Нет денег – нет развития. Нет развития – нет налоговых отчислений. Все очень просто. И если молодой бизнес сейчас будет концентрироваться на вопросе, а что мы будем платить, вот да, нам НДС поднимут, НДФЛ поднимут, я думаю, что это будет немножко неверно. Надо концентрироваться на том, что нет заемных средств. Если мы вот эту именно проблему не решим, как, кстати, и многие на этой проблеме сейчас концентрируются, то, в принципе, развития бизнеса в России, я думаю, что ближайшие 2-3 года просто не будет. Я в этом не вижу ничего плохого, ничего хорошего. Это данность. Если есть возможность не платить, нужно не платить. Если есть возможность платить, то нужно платить. Любой бизнес все же это, ну, какая-то социальная ответственность тебя, как руководителя. Я руковожу фирмой «Александра Плюс», которая производит ультразвуковое оборудование, основанное на применении силового ультразвукового. То есть фирма наша развивается уже 14 лет от своего дня рождения. Значит, в настоящее время мы поставляем оборудование для 9 стран и 125 городов, ну, не только России, но и прилегающих стран. Поставляем оборудование на ведущие предприятия России, и не только России, но и ближнего зарубежья, и успешно конкурируем с ведущими и на фирме. Естественно, любое изменение ситуации, которое в стране происходит, особенно повышающее налоговую нагрузку на предприятия, малого и среднего бизнеса, это, конечно, нас очень сильно беспокоит. То есть получается, что мы, развиваясь, давая рабочие места, повышая зарплату своим сотрудникам, платя с этих зарплат налоги все, то есть мы работаем абсолютно открыто и прозрачно, и поэтому грядущее повышение налогов нас, конечно, сильно беспокоит. Невозможно вести такой бизнес, как наш, что-то скрывая, потому что это легко все вскрывается, но у нас другая опасность, то есть нас больше и больше привлекают те страны, которые имеют совершенно другую политику в плане поддержания инновационной деятельности, высокотехнологического производства. И, в общем-то, уже предложение начинать развивать свой бизнес за пределами России нам поступает. То есть нам бы не хотелось этого делать, и я бы хотел так, чтобы и наше правительство, оно тоже такую возможность рассчитывало. На фирме в настоящее время работает 44 человека, и мы очень, в последнее время, мы очень активно ведем набор новых сотрудников. Мне приятно, что на фирму возвращаются молодые специалисты, которые у нас были на практике после техникума. Мы берем новых конструкторов, молодых ребят, то есть мы, в принципе, людям даем ту работу, которой можно гордиться. Надо не забывать о том, что, ликвидируя, как говорится, увеличивая налоговую нагрузку, они будут уменьшать налогооблагаемую сферу, и когда-то придет, наверное, время к тому, что именно самим придется сокращаться. Поэтому предложил бы им заботиться еще и о своей судьбе. Здравствуйте. Я индивидуальный предприниматель. Скажи мне, как Федор Николаевич. На данный момент занимаюсь производством мебели. Фирма называется «Успех». В 2004 году она стартовала, и по сей день, слава богу, существует. Сколько человек у тебя работает? Пять мастеров. Водитель, грузчик, бухгалтер, старший мастер. Я, моя супруга, мой отец, ну и подрастающее поколение. Сегодня ваше состояние бизнеса как оцениваете в действующей экономической ситуации? Вот ни для кого не секрет на производстве Новый год. Мы праздновали Новый год и думали, что это последний будет Новый год. Мы хотели закрыться. И это было не классно, я никому не говорил, но все это ощущали. То есть нас сняли с упрощенной системы налогообложения, сняли с патента, то есть на основе патента упрощенной системы. После Нового года это возобновили. И мы снова вздохнули, и я решил продолжать заниматься. Вы, наверное, слышали сейчас рассматриваться новая налоговая политика в том, чтобы повысить некоторые виды налогов, ввести новые налоги. Налоговая продаж увеличить НДС, увеличить НДФЛ. Как ваше предприятие сможет дополнительную нагрузку налоговую выплачивать? Ну, выплачивать однозначно не сможет дополнительную нагрузку. То есть есть в любом бизнесе, я не знаю, рядом охотники, там еще что-то. В нашем бизнесе есть предел, я думаю, в любом он существует. То есть мы сейчас работаем, мы тянем посильную, так скажем, нагрузку. И другое, другую мы не сможем просто. Хорошо, не находите выхода. Что планируете сделать? Второй шаг, которому приходится все больше и больше найти еще таких умных людей, так скажем, альтруистов, или не знаю, как их назвать, и за копейки сдать им это. По крайней мере, чтобы хватало на платежи по кредитам, для них пусть они занимаются. То есть это самый, который приемлемый вариант. Я вот при таких вот всяких вот своих кредитах, работниках, иногда спать не могу. Уйти в тень, чтобы вообще не спать, не для меня. А вообще как относитесь? Вот как вы считаете, вот сегодня в стране у нас есть и вот бизнес, как вот к этому относитесь? Ну, на самом деле, обидно бывает в душе, что я плачу по 70 тысяч в месяц, на которые могут развиваться, на самом деле, и в цеху, и по оборудованию, и по зарплатам, и по всему. Кто-то, ну, если они могут с этим спокойно жить, существовать, то это их проблемы. Вот перед вами старый министр финансов и министр экономики России. Что бы вы, как бы вы к ним обратились? Вот если бы министр, может быть, он что-то недопонимает, и чтобы это увидеть своими глазами и руками, я бы пригласил его на недельку поработать на любой здесь должности и прочувствовать. Может быть, не недельку, а две, чтобы это можно было прочувствовать, каково и что. То есть все мои платежи для моих всех работников, они все открыты, вот на самом деле. Здравствуйте, меня зовут Панов Сергей Александрович. Я предприниматель со стажем 22, уже с небольшим года, работаем в городе Череповце, занимаемся бытовыми услугами. Еще в 2009 году по итогам первого экономического падения мы сократили объем услуг примерно где-то на 25%. Провели за последние пять лет пять оптимизаций. В конце 2013 года вновь произошло падение спроса, и в первый раз я вынужден был пойти на сокращение уже реально, что называется, по-живому. Мы работаем и жена в бизнесе, и старший сын в бизнесе. Все работаем, каждый за несколько человек. Мы потеряли вот уже одного очень ценного работника. Когда у тебя их всего шесть, для тебя это трагедия. Потому что затраты каждый год растут. Не по моей вине, по общему состоянию экономики, по государственной политике. И перспективу на ближайшие годы, до тех пор, пока экономика не оживет как-то с плюсом, с каким-то ощутимым, я вижу такую. Будем работать своей семьей. То есть наемных работников, по всей видимости, уже больше ближайших перспектив у меня не будет. Что на это все подвигают все очередные экономические новости. Когда ты работаешь много лет в маленьком городе, тебя люди знают. Ты их многих знаешь в лицо. Те, кто пользуются твоими услугами. Они привыкают, как-то более или менее регулярно с тобой общаясь, к какому-то уровню цен. Любое повышение цен сейчас воспринимается крайне негативно. Уходить совсем из бизнеса, как я сказал, для меня это невозможно, потому что вся семья здесь завязана и уже столько лет. Это стало чем-то вроде как родным. Уходить в какой-то там серый? Да никогда. Чего добивается государство в результате вот таких вот шагов, когда каждый год нагрузка на малый и микробизнес увеличивается? Не знаю. Наверное, министерствам беднее. Получают они больше или не получают. Но вот судя по тому, что я платил в 2009 году, что я заплачу в 2014 году, не больше. Пока надо выжить. Сейчас все делается только ради того, чтобы пережить вот этот трудный период падающего спроса. Поэтому думать о том, какие-то инвестиции, какие-то развития. Сегодня даже голова не в ту сторону развернута. Хотелось бы, чтобы государство как-то составило себе труд понять, что есть такие виды деятельности, такие вот сферы, где работают именно только такие, как я. И я еще в том числе один из самых больших на этом рынке. Ну, по крайней мере, вот в Волокотской области. Все, кто работают до 15 человек наемных работников, прежде всего с период сроков, конечно. В целом не должны вообще ничего платить, кроме отчислений от зарплаты. Это святое. Я Подольный Юрий Исакович. Мне 58 лет. Я кандидат технических наук. Возраст нашего семейного бизнеса – 20 лет. Занимаемся мы музыкальными инструментами, одеждой для хореографии и фигурного катания. Но основное, конечно, это оборудование звуковое, световое и мультимедийное для оснащения шоу-бизнеса, конференц-залов. Что касается роста налогов, здесь я скажу так. Лично меня он не будет стимулировать ни к чему, кроме того, чтобы уйти на пенсию. Скорее всего, наш бизнес не закроется, потому что кроме нас с женой в нем работают два наших сына. Причем они не нам помогают, а в силу их технической продвинутости. Сегодня больше мы им помогаем. Что дадут налоги? Сказать сложно. В ТИН мы не пойдем, потому что у нас уже есть что терять. У нас есть своя недвижимость и так далее. Если бы этого не было, мы бы точно ушли в ТИН. То есть повышение налогов будет одних. Будет прежде всего приводить к снижению поступлений от НДФЛ, от платежей по социальным выплатам, потому что, конечно, мы будем сокращать коллектив, не уходя в ТИН. Таким образом, мы и в ТИН не уйдем, и налогов государство больше не получит. Я хочу сказать об обманчивости. Вот многие чиновники говорят, мы потому поддерживаем сети, потому что они не уходят в ТИН, их проще контролировать. Но ведь это происходит ровно до той степени, пока они не становятся монополистами. Как только сети убивают малый местный бизнес, их относительно низкие цены почему-то разом превращаются в очень высокие цены. Кроме того, они организованы таким образом, что у них нет мест для высокого профессионализма. Пожалуй, это все, что я бы сказал. Еще раз, мы были, мы платили налоги и будем их платить. Но повышение налоговых ставок приведет к автоматическому снижению наших налоговых отчислений из-за падения наших объемов, из-за снижения налогов на доходы физических лиц и социальных выплат на зарплату. Но я знаю, что мой совет освободить малый бизнес от всех налогов, кроме налогов на доходы физических лиц и социальных выплат, этот совет, безусловно, окупил бы себя в течение 4-5 лет и снял проблему безработицы в стране. Вы понимаете, на фоне украинских событий мы начинаем понимать, насколько важна социальная стабильность нашего общества. Я думаю, что никто, как малый бизнес, не заинтересован в стабильности социальной. Фирма «Шинторг» предприниматель, численность работников 26 человек. Инициатива в Минхине о повышении налогов всех базовых, я так понимаю, НДС и налоги на прибыль, НДФЛ и всевозможные. То есть могу сказать, что в короткой перспективе они могут иметь какую-то положительную динамику. То есть на раз как бы, раз в ближайший, допустим, квартал, к примеру, но в перспективе, в дальнейшей, я думаю, что собираемость налогов будет гораздо ниже при повышении этих налогов. Потому что бизнес будет, во-первых, какой-то может просто закрываться, как сдавались предпринимательские патенты, до 400 тысяч сдалось, да? В 2014-м, как говорится, в 2013-м сдали их. То есть при повышении этих ставок налогов. То есть я думаю, какой-то бизнес будет уходить в серые схемы. То есть что касаемо и зарплат, и всего там, и всевозможных. То есть в итоге, я думаю, что правительство Российской Федерации получит снижение сборов налогов. То есть и в данной ситуации рецессии экономики или стагнации тоже. То есть, скорее всего, Россию ждет в 2015-м году именно рецессия экономики. Я думаю, что в такой ситуации Министерства финансов и экономического развития оно не должно как бы ставить ставку на повышение налога. А что касается повышения, это ведет только за собой, скорее всего, в дальнейшем снижение сборов этих налогов. Рекомендовал бы, конечно, что рекомендовал бы. Лично мое мнение, что в данной экономической ситуации искать дополнительные доходы для государства, если они такие требуются, скорее всего, что да, за счет повышения налогов на средний и малый бизнес, думаю, это будет неэффективным. Я считаю, что источником доходов для государства может быть развитие экономики, каких-то секторов ее правильных, того же сельского хозяйства, еще чего-то, не знаю, какой-то промышленности, чтобы начинало чего-то работать, и тогда может с этого будет какие-то налоги собирать. Можно пойти по пути сокращения аппарата нашего огромного, трехмиллионного, я так думаю, да, где-то уже аппарата. То есть может и нашей семье 147 миллионов, и не требуется такого количества чиновников, всевозможного, огромного, как у нас там Волгодскость, 19 тысяч или сколько их там федеральных чиновников, не знаю, сейчас находится, с зарплатами, с хорошими, по крайней мере, может по этому пути пойти, может, допустим, здесь сократить, здесь чего-то, в том же Министерстве финансов или экономического развития маленько поубавить. Но за счет повышения налогов на предпринимателей, думаю, что это путь тупиковый, тупиковый путь развития, то есть в итоге с оберами налогов будет ниже.